Почему растут цены на основные продукты питания, которые производятся в России? Ответ на этот вопрос ищут не только потребители, но и контролирующие структуры. В частности, в антимонопольной службе МРИЛ совместно с прокуратурой республики ведут мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары. Есть и первые результаты. Однако говорить о том, что они в скором времени приведут к снижению цен в магазинах, пока рано. Как отмечают антимонопольщики, процедура рассмотрения дел по выявленным фактам может занять не один месяц. О том, за что мы платим необоснованно много и что грозит недобросовестным продавцам и производителям, в нашем следующем материале. Проверки оптовиков и розничных торговых сетей прокуратура и антимонопольная служба проводят уже которую неделю. Их суть преимущественно сводится к тому, что раз в семь дней в УФА стекаются данные по ценам на социально значимые продовольственные товары. Сама по себе непредоставление такой информации уже повод для административного наказания. За непредоставление информации в срок было привлечено к административной ответственности организации всем известный Зенеговский мясокомбинат. Кроме того, в рамках административного производства сейчас расследуется административное дело в отношении поставщика крупного, будем так говорить, сахара и гречки за непредоставление недостоверной информации. То есть мониторинг еженедельно ведется, работа полномерная, сложности какие возникают. То есть на сегодня в рамках установления наличия и отсутствия факта необоснованного установления цены направлено более 100 запросов в различные организации, которые занимаются как оптовыми, так и роничной реализацией, в частности сахара и гречки, которые у всех сегодня на слуху цены, я имею в виду. То есть установлен круг поставщиков, которые находятся как в пределах республики Мариэлла, так и за пределами, в частности соседней нашей республики Чувашии. Дальше для установления факта мы направили запросы этому кругу лиц, кто является оптовыми поставщиками в торговой сети. Остановились на поставщиках, которые находятся уже за пределами нашей республики, соседних республик, это Московская область и Санкт-Петербургская область. Работа дальше продолжается, сегодня сделать вывод, что вот этот субъект поднял обоснованную или не обоснованную цены, сделать невозможно установить. Таким образом, в том, что касается цен на гречневую крупу и сахар, цепочка тянется далеко за пределы республики. Установлено, что местные торговые сети цены не завышали, и на сегодня задача антимонопольщиков – выявить, на каком именно этапе происходит повышение цены и насколько оно обоснованно. По сути, пока дело сводится к отправлению запросов и обработке ответов, а вот даст ли она результат – покажет время. Намного больше конкретики в ситуации с рынком молочной продукции Мариэлл. Есть все признаки того, что здесь причиной роста цен стал сговор поставщиков. На сегодня в рамках результатов анализа той информации, которая нам ежедельно стекается в антимонопольную службу, возбуждено дело по признакам нарушения статьи 11 федерального закона 135 о защите конкуренции по факту сговора на рынке реализации молока и сливочного масла. Это рассмотрено, значит, 25 февраля текущего года. То есть по результатам рассмотрения будет сделан вывод о наличии или отсутствии факта сговора на указанном рынке, то есть молоко и сливочное масло. Естественно, если есть нарушение, должно быть и наказание. В случае с непредоставлением информации, как это было с Звениговским мясокомбинатом, штраф для юридических лиц может составить до полумиллиона рублей. В случае доказанного факта сговора на рынке молочной продукции его участникам также грозит штраф до 0,15% от оборота, полученного в результате незаконной деятельности. Есть надежда и на снижение цен, вот только ждать придется достаточно долго. В Марийском Уфас отмечают, что рассмотрение дела по сговору поставщиков молочной продукции может продлиться до полугода. И только после этого будут устранены причины, которые привели к повышению цен. Ищите низкие цены на рекламу? Они здесь! ТВ и радио на Патриаршей. Наши цены не растут. Заказ рекламы по телефону 42-28-28. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова